Друзья, всем привет! Меня зовут Павел Георгиев и это компания Георгиев Тревел. Сегодня я специально по вашей просьбе заехал в Фэнтези, Фэнтези Таун. Он находится в бухте Хайтенбей. Вход сюда абсолютно бесплатный, но замечу, что все аттракционы, естественно, они стоят дополнительные деньги. Потому что я знаю, что много вопросов есть на эту тему в интернете, поэтому специально делаю этот обзор Фэнтези Таун для вас. Поехали! Здесь видно для завлечения туристов стоят вот такие спортивные машины, как Ламборджини, Полс Ройс, спортивные Ауди. Итак, я в парке, взял карту. Несомненно, друзья, самая классная достопримечательность и аттракцион в этом парке Фэнтези Таун. Это, конечно же, колесо обозрения. Оно практически 100 метров в высоту. Ну, просто классный, космический, а то открывается вид. Днем вы увидите классную береговую линию, отели, Атлантис и так далее, но ночью будет еще красивее. Вы увидите весь парк в огнях и увидите, соответственно, все отели в огнях. Поэтому я бы, наверное, выбрал все-таки ночное время, будет гораздо красивее. И плюс скажу там, что есть специальные кабинки для фотосессии. Ну, в общем, обязательно рекомендую. Наверное, это первое дело, куда точно стоит посидеть и посмотреть классный вид. При этом замечу, на такой высоте, чтобы посмотреть вам в этой бухте Хайтенбэй какой-то обзор, вам надо как минимум подняться в отель Атлантис. Но сделать вы это сможете, если вы гости этого отеля. А здесь, в общем, за символическую, скажем, плату относительно, это недорого стоит, вы можете спокойно полюбоваться этими видами. Один оборот колеса, это 30 минут, так что вам вполне хватит времени насладиться всеми этими видами. На самом деле здесь большая вот такая улица, очень много кафе, кафе, кафе. Есть разные развлечения. В общем, все, иду, смотрю, изучаю, показываю вам. Сейчас мы с вами прогуляемся, соответственно, по одной из тоже улиц. Здесь, в парке, и здесь есть разные кафе, магазины с всякими сладостями, сувенирами. Ну, в общем, как обычно, в любом развлекательном, скажем, парке есть такого формата магазины. Ну вот, дорогие друзья, как вы думаете, где я хожу? Это плавающие столики ресторана. То есть вы можете здесь, в соседнем ресторане, заказать еду и, собственно, отправиться вот на такой столик и здесь поужинать. Этот столик сплавает с мотором, есть навес, здесь вечер очень красиво. И открываются классные панорамные виды, естественно, на вот это колесо обозрения. Так что, думаю, это интересное времяпрепровождение будет и классный ужин. Здесь есть вот такое развлечение качеля, в принципе, у нас такие в России тоже есть. Называется Викинг, раз в стороны в сторону раскачиваются. Но я вам честно, ребят, скажу, развлечений здесь не так уж и много. Все-таки здесь не такой большой, скажем, выбор аттракционов, развлечений. Все-таки, действительно, здесь больше кафе, ресторанов. Вот улица, скажем, больше с едой-то похожа, чем на какие-то развлечения. Наверное, основное развлечение – это вот это вот огромное колесо обозрения. Плюс ко всему здесь 5D кинотеатр, тоже, говорит, очень красиво. Есть несколько шоу, где выступают актеры. Соответственно, есть шоу там с морскими котиками. Вот такие шоу. Планируется еще здесь запустить дельфинов. На самом деле парк развивается, строится еще там в некоторой его части. Поэтому, я думаю, здесь вложили немало денег. Наверное, в будущем будут его развивать. Что еще могу сказать по нему? Ну, находится он не очень близко, как я говорил, до Дунхая и Санья. Но, как и сюда, лучше, говорю, приезжать вечером. И в связи с этим добираться отсюда будет, скажем так, накладно. Потому что такси вам обойдется отсюда, ну, не менее 120 юаней до Дунхая. Вот. Поэтому решать вам, приезжать вам сюда или нет. Просто я отвечаю на этот вопрос, когда люди говорили, что он бесплатный. Да, он бесплатный, потому что здесь есть улица еды, скажем, такой фуд-стрит. Но сам смысл его, конечно, не в этом. В этом он бесплатный, чтобы вас сюда привлечь, чтобы вы, как говорится, здесь оставили свои туристические деньги. Вот по этой улице будет проходить шоу. Вечером будет вот на той сцене выступление. Проходите артистов. Они будут петь, танцевать, диджеи. В общем, вечером, конечно, здесь все в огнях, красиво, ярко. Но, если вы выбираете альтернативу, например, аквапарк в Атлантис, я думаю, это не совсем та альтернатива. Или, допустим, вы думаете, что здесь так же, как в Диснейленде, то это, конечно, не так. Здесь, в основном, как я говорил, еда. И я считаю, что из всех развлечений, наверное, это основное, это колесо обозрения. Видите, везде вокруг еда, кафе и так далее. Я думаю, эта улица создана специально для, ну, скажем, на вырост, потому что из строится очень много отелей, очень много размещений здесь будет. Бухта Хайтенбэй как раз развивается. Она развивается в плане туризма, в плане больших отелей территорий. И, соответственно, здесь уже на будущее сделали, видимо, большие футкорты, потому что это востребовано здесь. И, собственно, вот так. В общем, мы дошли, скажем, до конца парка. Здесь еще вот такие детские карусели. Там есть бассейн, как раз там дельфины шоу. Ну, в общем, по мне, наверное, если у вас много времени сюда стоит приехать, посмотреть, ну, как бы. Но если у вас мало времени, и вы выбираете то место, где вам провести с детьми, например, как-то развлечься, их занять чем-то и так далее, я не думаю, что это прям стоящее место. И вот эта фраза, он бесплатный вход, это, конечно же, завлекало его больше. Потому что, ну, как бы, как и у нас, грубо говоря, в любом парке аттракционов вход тоже бесплатный. Но за любой аттракцион нужно заплатить. Поэтому, мне кажется, если вы приехали на неделю и собираетесь сюда приехать, это будет зря потраченное время. А если у вас здесь очень много дней и за одним, то вполне ничего себе. Этот обзор сейчас у меня на июль 2019 года. Так что не забывайте об этом. Возможно, этот обзор уже будут смотреть через год-два. Здесь что-то поменяется, что-то достроят и так далее. Ну что, смотрите мои выпуски дальше. Я вам расскажу еще много чего интересного. Сегодня у нас еще предстоит шоу очень классное и красочное. Так что смотрите следующий выпуск по шоу, который ставит цирк Дю Сали в Атлантисе, в отеле Атлантисе, в аквапарке. Это сделали шоу совсем недавно. Оно очень красочное. На него много съезжается людей. И вот это шоу наверняка стоит. Так что смотрите мой следующий выпуск. С вами был Павел Георгиев, компания Георгиев Телл. Увидимся в следующем выпуске. Ну а я себе решил вот такие шарики заковать. Очень интересный вкус. Мне они нравятся.